Добрый день, вы на канале Best Couture и с вами Наталья Хеленко, художник-модельер и индустриальный закройщик из Италии. И здесь мы будем учиться быть модными, учиться шить с иголочки и разбираться в тенденциях моды, как разбираются в этом итальянцы. В этом помогу я вам. Итак, хочу вам рассказать, что тенденция моды в этом году это полоска, это органза, это плесе, это строгие линии, прямые, строгие, юбки Татьянка, всякие воланы, всякие вставки оверсайз, то есть большой размер на маленькую фигуру, много хлопка, органзы, шелка натурального и рисунки, то, что вот мне понравилось, это наив. Это очень хорошая тема, наивные рисунки, большие, прямо кистью, это интересная тема, типа детские рисунки, это тренд, я так скажу, и большие-большие узоры, большие цветы, что-то такое 70-х годов, и также оранжевый с розом, это мой любимый цвет, оранжевый с розовым, сочетание, через коричневый тоже, мне очень понравилось, немного полоски, и полоска как поперечная, даже на брюках, так и продольная. Итак, приступим, смотрим дальше. Пока! А, да, забыла, подписывайтесь на мой канал и переходите по ссылке, и я научу вас еще одному секрету. Бесплатно даю мастер-класс, тренинг, снятие мерок из бурды и адаптировать на свою фигуру любую выкройку из бурды, потому что если вы не умеете самостоятельно моделировать, самостоятельно кроить, вы можете снять выкройку, а я вам расскажу, как ее сделать так, чтобы она на вас сделала идеально, ведь бурда делает на всех, а у всех у нас индивидуальные фигуры, у кого-то тоньше талия, у кого-то бедра, уши или шире и так далее, длинные, разные, и сложно, чтобы костюмчик сидел, а нам нужно, чтобы костюмчик сидел великолепно, с иголочки. Да? От кутюр. И я с вами с удовольствием этим поделюсь, этим секретом. Переходите по ссылке, подписывайтесь на мой бесплатный вебинар, и мы начнем с вами знакомиться и погружаться в мир моды, чтобы быть красивыми, неотразимыми, модными, уверенными в себе, и получать тысячи комплиментов от своего любимого мужчины и от других интересных мужчин. Всего доброго, до свидания. В гардеробе, например, весна, и у вас подобрана вся гамма, в бежевой до розовой, через свои полосочки. Вот именно так надо составлять гардероб, чтобы все могло меняться. Допустим, у вас 10 вещей на лето и весну, и они между собой все меняются. А это вот такое пальтишко. Супер пальтишко. Еще одно красивое платье, посмотрите. Так. А здесь бантик. И переходит на спинку. Спинка завязывается на бантик. Вот так. То есть, ну-ка еще раз поразберем. Вот так. А здесь вот так. Супер. Если кто из вас может что-то подобное шить, высылайте мне высылайте мне свои произведения. Как вам эта рубашка? У нее бант, видите? Завязывается плечо голое. Вот так вот немножко раз и разнообразить образ деловой. Рюшечки сейчас в моде опять. 70-е годы в стиле диско. Что здесь? Вот рубашка. Еще одна рубашка с дыркой на локте. Если кто хочет показывать свои локти красивые. Так. Это что? Платье с разрезом. Шифоновое. Обалдеть. А вот юбочки Прада. Они очень-очень жесткие. Это такой катончик, как на майку, но он очень жесткий. Он почти как джинс. Жесткий катон. Это майки. Но они прям такие демисезонные. Это один из самых красивых бутиков. Не один из самых, а самый красивый бутик. Творец. Здесь, конечно, у них отборная. Это Мио Мио. Отборная коллекция. В искусстве переходим к обуви итальянской. Вот такая обувь сезона сейчас. Интересная. Так, что еще? Вот здесь вот, смотрите. Классика, но не совсем. Видите, какой носик. И квадратный... Ай-яй-яй. Квадратная... Как-то у королевы, да? Посмотрите, какие красивые сочетания золота и питона. Цветной питон. Бархат. Бархат со спортивными эластиками. Возможно, и вот такие спортивные кроссовки. Сейчас очень модные. Видите, какие кроссовки? Казаки. Ну, казаки, я не знаю. Может быть, они возвращаются. Но что-то мне они совсем не нравятся. Вот такие вот спортивные. Обожаю спортивные обувь. В ней удобно. На все случаи жизни. Их первый в мир. Каза про Макс Мара. Трина Макс Мара. Вот смотрите. Это лакировка, да? А это хэбэшка. Смотрите, какое сочетание интересное. Лакировки и хэбэшки. И потом вот эти вот все рюши сейчас. Везде их вижу. Сейчас еще покажу полоски. Киньки. Полосатая юбка. Раскрешенная Татьянкой. Кофточка. И вот такие ботинки. Да, еще. Чтобы обучиться, подписывайтесь на мой канал. Переходите под ссылки. И принимайте участие в бесплатном онлайн-классе. Где я вам расскажу все тонкости кутюрье. А также мы научимся делать выкройку на себя. Индивидуальную выкройку. Без этих чертежей. Путем наколки. Это очень хорошая техника. И платье, которое вы будете шить, будет сидеть идеально потом. Обычно рассказывают, как делается наколка на манекене. Или на каком-то другом человеке. А как делать ее на себя. Это расскажу и вам я. Хорошо? Вот переходите по ссылке и подписывайтесь на мой канал. Пока!